Платформу для дистанционного обучения разработают в Новосибирске. Сегодня школа города использует в работе сразу несколько разных систем. Я-класс, учи.ру, мудл, зум и многие другие. Первые два дня электронного обучения школьников поставили новые задачи перед учителями, детьми и родителями. Единая электронная база позволит решить часть из них. Подробности в нашем сюжете. Второе слово, пожалуйста, поднимает руку у нас кто-то. Сегодня на уроке русского языка 31 ученик, но не в кабинете. Удаленно. Конферент-связь и доступ к документам вместо доски. Дистанционное обучение. Новые школьные реалии после продленных каникул. Как написали, подняли ручки. Хорошо, молодцы. Первый день вчера было очень оживленно. Они даже между собой не могли наобщаться. Были очень рады все друг друга видеть. Сказали о том, что очень хотят назад в школу, что они соскучились друг по другу. Сегодня было тише на уроке. Сегодня они продуктивно работали. В экономическом лицее сегодня многолюдно. Как учителя подготовились к дистанционной работе с учениками, инспектирует представительная комиссия. Педагоги справляются. Не выдерживает компьютерная система. Видеоурок английского языка в седьмом классе сорвался. Мы пытались его запустить в течение 20 минут, но потом вышла информация на сайте. Рекомендуем начать урок после пяти вечера. Соответственно, вот сегодня в шесть часов вечера я буду еще вести. Только создание единой новосибирской платформы дистанционного обучения позволит работать без сбоев. И даже перейти на пятидневку или учить тех, кто временно не может ходить на обычные уроки. Это в определенной степени решение вопроса кадрового, самих педагогов. Я думаю, что рассматривать создание такого варианта нужно именно с нескольких позиций, которые в целом будут способствовать развитию образовательной системы города. Еще больше внимания, чем обычно, сейчас к выпускникам. Дистанционного обучения для успешной сдачи ЕГЭ может быть недостаточно. В школах планируют проводить дополнительные занятия в малых группах. Индивидуализация элементов для выпускников внедрить, несмотря ни на какие трудности. Это сейчас очень важно. Это и психологическую поддержку окажет, индивидуальная поддержка, но и качество подготовки улучшит. Для тех, у кого нет технического доступа к интернет-платформе, организовали систему бесконтактной передачи заданий один раз в неделю. Так в экономическом лицее занимаются почти 70 человек. Остальные 1600 с интересом осваивают новую форму обучения. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитру А.Егорова Продолжение следует...